Всё, мы прошли её. Тут элементарно, вообще. Прыгаешь перед машинкой, если их две, прыгаешь два раза, всё. Ну, типа, да, они идут друг за другом. Слушай, да, я сейчас взломал код бабл кваса просто, смотри, ну тут элементарно, вообще. Нужно ребятам, конечно, поработать над геймплеем, как будто бы он немножко однотипный. Немножко монотонный. Вот она... Х ты, сука, б***ь, тварь ты, б***ь, ебучая. Она, короче, специально ускорилась, чтобы я проиграл и соточку не взял. How do you do, fellow kids? Сегодня мы с вами будем играть в бабл квас. Потому что я зашёл в Google Play, как обычно, сидя голым в ванне. Зашёл в свой любимый магазин приложений, а там на первом месте какая-то странная игра. Что на втором и третьем мы не будем даже обсуждать, играем в бабл квас. Эти видосы набирают здесь на ютубе миллионы просмотров. В тиктоке все сходят с ума. В общем, помните, был Among Us, были всякие попиты и прочая хрень. Вот появилась новая приколюха. Причём по механике она максимально простая. Берём тупейший вариант игры типа Flappy Birds. Берём мемчики, соединяем и получаем кайф. Но играть я буду на андроиде. Потому что этой игры просто тупо нету на iOS и в App Store. Я её скачать не могу. Поэтому Илья Казаков создал петицию и подписывайте её. Она в описании. Выпускайте бабл квас на iOS. Вот так вот. Потому что, ну в смысле, приходится на пиксели играть. Вы что, с ума сошли? Я зашёл, создал персонажа. Получил, кстати, героя из Among Us. И больше ничего не трогал, чтобы, так сказать, не портить впечатление. Поэтому, самое первое впечатление в бабл квас прямо сейчас. Поехали. Собственно, вот мой персонаж. Я нафармил себе практически 5000 кристаллов. И, как мне сказали, нужно сразу залетать в магазин и открывать кейсы. Потому что это игра, в которой надо открывать кейсы. Это же моя любимая уже игра практически была бы, если бы не облом с донатами. Есть версия за 8999 рублей купить 2000 местных кристаллов, что я тут же и сделал. А меня ждала вот такая вот неприятная картинка. Вы что, охренели? Вы что, сделали игру, в которой нельзя донатить рубли? Вы вообще с ума сошли? Чтобы на iOS такой дичи не было. Какая нахрен реклама? Я хочу открывать мега ящики за рубли. Больше мне, в принципе, ничего не надо. Я получаю монеты и... Обычный хомяк. Это неинтересно. Хочу ещё раз. Полетели. Ещё монет. Мой братан Тигр. Манки ящик. Там, наверное, больше шансов поймать что-то ценное. Блин, я камень. Обычный щебень. Нет. Манки ящик. Иди сюда. Должно же выпасть что-то легендарное. Нет. Нет. Стеснительная уточка. Ну, хочу легенду какую-то. Хотелки. Обычные. Хочу оливье, а ещё редиса по скидочке. Ха-ха. Это я. Ну, давай. Бутылочка. Квас. О, эпический, кстати. Бутылка кваса эпическая. Это то, что нам нужно. Ещё. Ещё больше героев. Тульский пряник обычный. Ну, окей. У-у-у. Сергей Мавроди обычный. Значит, смотрите. Кроме всего, здесь у нас есть бойцы. И мы с вами только что собрали 15 из 72. Также мы можем почитать новости. Здесь ошибка. Мы можем посмотреть на друзей. У меня их нету. Клуба нету. Чата нету. Ничего не работает. Замечательно. Могу фон поменять. Значит, фон. Вот такой, конечно, хочется ставить фон. Да. Вот это вот замечательно. Ну, и идём дальше. Открывать мега ящики. Потому что, какого чёрта. Где мои легендарные эпичные чуваки? Опа. Настя мирная. Не нужно косить под гламурных куриц. Парни любят нежных. Парни любят умниц. Это хорошо. Вот за неё я, кстати, и хочу играть. Ты в такой момент ощущаешь себя не просто старым, а типа какая-то метавселенная. Выходит Цукерберг, говорит, метавселенная. Бабал квас. И ловишь смайлика. Ага. Чё-то эпический не совсем. О-о-о-о. Дора легендарная. Уникальное сверхтяжёлое железнодорожное артиллерийское орудие германской армии. Разработанное фирмой Круп в конце 1930-х годов. Кайф. Да, вы можете спросить, где я взял столько гемов, чтобы вот так весело открывать гучи-кейсы. А я попросил ребят, и они сделали это за меня. Они посмотрели всю рекламу. Ван Дарк Холм. Твой данжен под хорошей защитой. Замечательно. Мы достали эпического данжен-мастера. Наконец-то что-то интересное. Хотелкин был уже. Давайте ещё какого-нибудь легендарного героя. Опа. Утюг эпический с функцией отпаривателя. Кайф вообще. Значит, теперь, когда мы с вами получили скалу легендарного, он же камень, мы можем зайти в наших бойцов. Во-первых, выбрать себе, конечно же... Ну, я буду тульским пряником играть. Мне хочется быть тульским пряником, выбрать. И у нас есть два режима игры. Bubble Jump и Bubble Run. Вы скажете, чем они отличаются? В общем-то, всем. Давайте попробуем с Bubble Jump. Здесь нужно прыгать по вот таким вот платформам. Делать это, хотел сказать, сложнее, чем кажется. Но нет, к сожалению, нет. К сожалению, это самый тупой геймплей, который я видел в жизни. Геймдизайнер не старался. Если вам думается, что это тяжело, то это не тяжело, к сожалению. Во время прыжков вы зарабатываете кристаллы и монеты. Монеты можно тратить на кристаллы и наоборот. Ай, чё твою мать, блядь. Чем я занимаюсь? Тульский пряник прыгает по мраморным плиточкам на фоне многоэтажек. Это ли не счастье, господи? Это не так хорошо и есть. Мне кажется, да. Мне кажется, что в какой-то момент, где-то, когда рекорд... Вот уже экран погас на пикселе. Когда рекорд идёт на сотни, а хер ли всё зависло. А, вот, хорошо, спасибо. Пиксель 6 Pro просто не тянет столь великий геймплей графику. Так вот, в какой-то момент открываются чакры, появляется карта желаний, и, наконец-то, ты постигаешь весь дзен и становишься... А я проиграл. Нихрена себе. 43. Я, тем не менее, заработал 4 монетки и 4 кристалла. Фантастика. Теперь я могу открыть ещё один кейс. Давай анонимуса какого-нибудь. Посмотрим, что в кейсе с анонимусом. А там босс анонимусов сразу. Легендарный, как Цой, но такой молодой. Господи, спасибо. Ну и хочется мегаящик один открыть, конечно же. А там нас ждёт что? Правильно. Оконная рама эпическая. Транссибирская магистраль пересекает ровно 3901 мост. Вот это факт, без которого было очень грустно. Ну и, собственно, играть, конечно, мы будем в Bubble Run. Здесь нужно перепрыгивать через автомобили. Почему-то автомобили являются нашей кончиной. Непонятно почему. Мы их перепрыгиваем, собираем 10-копеечные монетки, кристаллы, ускоряемся. И вот, к сожалению, любой контакт с автомобилем приводит, правильно, к кончине. Самое печальное то, что здесь нельзя отключить нахрен рекламу. И в какой-то момент появляется, блин, реклама. Меня это, конечно же, бесит. Я хочу задонатить и играть в столь увлекательную игру. Почему я монетки перепрыгиваю без рекламы. У вас есть Double Jump, поэтому, если что, о чем я и говорил, понимаешь, реклама. Пропустите ее нахрен. Спасибо. Заново. И поехал. Tula One Love. Вообще, ребята, если вы из Тулы, ставьте лайк, конечно же. А мы продолжаем увлекательно играть в открытие кейсов. У нас еще 2500. И вот напишите мне в комментариях, я понимаю мемный прикол этой игры. Я понимаю, что она завирусилась где-то в пабликах и так далее. Но почему люди смотрят видосы про вот это? То есть, это чисто на реакции. Нужно орать. Нужно, видимо, делать вид, что тебе прям неистово весело играть вот в это. Но, на мой вкус, идея была неплохой. Но как будто бы не докручена. Как будто бы слишком простенько. Нужно больше всяких метаприколов. Ну, то есть, я прочекал все. Как бы вот. Что я? В чем величие игры-то? Объясните. У нас есть еще путь к славе Мерлоу. Мы можем двигаться к славе Мерлоу. Замечательно. Анонимус пакетом рвется к... Удачи. Ты мне сейчас еще раз рекламу покажешь. Я выкину нахуй этот телефон. Только настроился на забег. И на тебе рекламу. Сейчас мы в уст... Сейчас мы в уст... Ах, ты ж скотина! Внезапно скорость увеличила просто... Ни хрена вообще. Космическая подлость прервала мой путь к рекорду. Народ, пишите в комментариях, сколько вы взяли в Bubble Run. Каких героев вы открыли. Хотя зачем? Я все равно это читать не буду. Напишите в комментариях, какого хера, почему это популярно. Просто вот почему. Я не понимаю. А хочу знать. Спасибо, что смотрели это видео. Погружаемся в молодежную культуру с двух ног. И подписывайте нашу петицию. Потому что я хочу играть в такие игры, просто закидывая их рублями. Вот такая у меня есть мотивация. Увидимся. Пока. Пи***ц.